Королевство джунглей Тхукфан. Третья миссия. Марш на юг. Племена Тхукфана объединяются и готовы выдвигаться на королевство Хунг. Тхукфан объединил племена своих земель против общего врага. Теперь он идет с ними в наступление, перемещая силы на территорию Хунга и готовясь к битве. Тем временем король Хунг проявляет нетерпение в отношении своих командиров, которые не смогли подавить северные племена. Все более изнывающий от скуки он приказывает организовать мощную атаку и уничтожить восстание. Стройте, обороняйте, расширяйте, защищайте. Подсказки. Вперед. Теперь у нас есть доступ к полям с овощами, ваше превосходительство. Если мы засадим поля с овощами, мы сможем увеличить порцию овощей, что приведет к большому росту популярности. Не то, чтобы я хотел пожаловаться на мою диету в виде риса на завтрак, обед и ужин. Кстати, канала. Революция не падет к нашим ногам, как фрукт с дерева. У нас будет шанс только с большими запасами и силами. Ваше высочество, мы обеспечим лучшую защиту от атак, если укрепим город каменными стенами. Собрать камень можно, расположив каменоломню на ближайших залежах камня. И не забудьте расположить рядом упряжку с быками для перевозки. Для доставки камней на склад нужна упряжка с буйволами, ваше превосходительство. Упряжка с буйволами. Лимит постройки 3 на каждую каменоломню или железнороднику. При размещении рядом с каменоломней или железным родником позволяет буйволу перевозить железо или камни на склад. Надо парочку. Имея постоянный источник камня, мы можем начать возводить стены. Если построить стену вдоль всего края нашего владения, мы сможем обеспечить себе защиту от атак. Так, разница какая-то есть. Каменная куртина используется для обороны вашего замка. Бонус плюс 15% дальности полета ракет. Шанс 25 отразить ракету. Так, ну это у нас стрелы. Каменная стена. А каменная стена сразу 4. Поднимайте. Так, а да. У нас камень 4. Сейчас мы поставим так. А ну, она все 4 камня забрала. Понятно. Так, можно удалить. Наш замок полностью огорожен, ваше высочество. Какое приятное чувство. Так, что у нас здесь? Лучше. К нам перевернуть. По-видимому, войны дорого обходятся. Помните, ваше высочество, чем выше уровень популярности, тем больше золота мы можем получить у нашего любимого народа через налоги. Используйте дома, порции риса и овощей для повышения популярности, и мы вмиг разбогатеем. Еще немного лисопилок. Ровнее стояли. Большой дом. Тут надо много леса. Собрать топоры, собрать луки. Соберите 800 единиц золота. Наши основные цели. На них, я думаю, нападать не обязательно. Мужчинки наверх. Пока никто не нападает. Налоги. Производит пока ничего. Надо еще поставить. Для работы этого здания недостаточно свободных рабочих. Дома. Пока хижинка ставка. Будьте внимательны с поселением империи Хунг поблизости. Это только вопрос времени, когда они попытаются выбить нас с наших земель. А где наш лес? Вот еще так можно. Толку дальше раскручать. Как-то убрать. Никак. Вид сверху. Положение мне карта вращается. Ну, в целом, да, удобнее, наверное, будете с вами вращаться. Показать поместье. Инструктаж. Это нам не надо. Обратно. Так, принеси обратно. Дома. Дома. Донжон обнесен стеной. А это просто не на карте. Ладно, понятно. Так, дерево набрали. Построим хижину. Пока хижина поставим. Пластики. Близится набег Хунга. Пора намочить, то есть засучить рукава. Сообщение от Хукфана. Солка. К оружию, братья! Нас не сбить с пути. Су-су-син-джу. Чего? Чего? Тайфа. Казарму построить. Лестница позволяет пешим войнам подниматься на стены. Плохо поставим. Невозможно разместить это здесь, ваше высочество. Пойдем вот так. Да. Так нормально. Нужны крестьяне, ваше высочество. Чун-то-и-жик-сау-у-эй. Так, все защищать мы сможем. Так, этих мы производить не будем, потому что нам надо набрать 30 топоров, 30 луков. Так, надо, 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 надо больше мест. Сейчас особняк поставим. Так, теперь больше надо лесопилок. Прям весь лес убить. Еды хватает. А вот место. У нас, в принципе, они не работают. Так, совместительные жилья 40-40, 0. Коэффициент цитадель 8. Комфорт, домов 32. Общий комфорт 40. Всего рабочих 40. Коэффициент комфорта 100% плюс 10. Я все-таки склонен, чтобы больше было лесопилок. Все вырубить. Пока не пройти. Пока не пройти. Так, хорошо лесу не будут добывать. Ставим арсенал. Рядом с кладом местные племена атакуют его высочества. Нет, нам не рядом с кладом. Но сначала мастерские поставить рядом с кладом. А вроде никого не атакуют. А вот они сверху идут. Так, что нам там не хватало дерева. 1-1-1. Топоры. 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 Луки-топоры. Дерево пускай рубят. Арсенал поставим наверно сверху. Вот так. Вот так. Так, но все равно все зависит у нас от леса. Нам надо больше, больше, больше леса. Больше дерева. Так, в принципе их уже много. Будет больше. Плюс 6. О, это вы, ваше высочество? Я замечталась. Леонила, мать. Здравствуйте, ваше высочество. Милый город, ваше высочество. Да, очень милый. Листит нам. Листит. Так, ну здесь только вреждать надо. То есть пока они построят. Пока они произведут. Пока они все отнесут. То есть все, что мы можем, это просто лесопьево. В принципе, уже больше нам не надо. И так много. Будем строить мастерские. Мастерские сейчас. Начнем ставить. У нас народ закончится. Так, производится. Так, все хорошо. Золото нам не надо. Хотя надо, но у нас хватает. Растаем парочку мастерских луков и топоров. По два. Быстрее собрать. Поражение. Смерть лорда. Лорд у нас никуда не идет. Защита у нас вроде справляется. На нас напали. Количество крестьян готовы. Которые готовы к работе или могут быть наняты войско. Девять. По идее они уже потребляют. Построим еще. Парочку. Другие, другие. Да, то есть это предел. Тего рабочих 40. Потребляют 100. Где там нападают? Это наши пошли играть сам. Да, то есть CPO-1. Можно запатеть. Да и не надо. Только эти не пошли. салон вы купите чуть-чуть сел джо у него мать но мы его выделом мы вытачься чайца джо гуа течи дай захватится нам это не надо еще одна армия хунга приближается резервный лучник окно не строит принципе все хорошо вообще пускай пойдет один на один драться и и и и и и и и смерть лорда он не умрет так по ближнего боя 5 броня для ближнего будет 4 броня от ракет 5 броня от огня 4 броня от ударов 4 курс 0 талантливый генерал который использует разведку для управления своими людьми и обману своих врагов на повелителя напали мощный он сам захватили касание дело сделал возвращать так чуть-чуть осталось на половину лесусь вырубили так что мы можем сделать ускорить мы никак не можем товары отправлены так у нас через пять крестьян и вы еще топоры уже в обход ходить здесь есть проход так пускай будет пары 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 клуб сейчас все это собирают можно будет убрать на нас напали сейчас последним сделают сделали можно убрать что не мешались так дерево нам принципе хватает и нас по тренирует так дерево потребляете чтобы построить мастерскую топору шум и значок на панели военных строений мастер делать и сохраняющийся в ладе древесины топоры которые затем доставляют вооружение вооружение и вооружает ими резервных топорщиков количество не написано я думаю один к одному наверное пары сейчас тоже мы почти собрали все необходимое оружие на крыше нет это если они работают у крыши когда нам скрывается что внутри мы знаем знали потом несет топор в арсенал сквозь склад можно ходить это последний победа так теперь мы что можем мы можем все это снять мы их продали золото вернули хорошо